Пятая Назрановская школа была построена в 2001 году. Сейчас сюда ходят 1449 детей. Косметический ремонт здесь проводили регулярно, но полноценного капитального дождались только в этом году. Сегодня здесь уютно как дома. Заменили кровлю, утеплили стены, окна установили более современные. К переменам рады и педагоги, и учащиеся. В их числе и младшеклассник Мухаммед Мержоев. Мальчику есть чем сравнить. Он учится здесь уже несколько лет обживать. Обновленный класс начал с начала сентября. После ремонта учится. А вот что осталось? Парты, потолок, еще пол и окна. Ремонтные работы здесь начались в апреле, поэтому учебный год дети завершали в 19-й школе. Почти за пять месяцев общеобразовательное учреждение изменилось, так, что его не узнать. Ученики были рады вернуться в родные пенаты. Изменился не только фасад школы, но и внутренняя составляющая – от проводки до пожарной системы. Учиться здесь теперь не только приятно, но и безопасно. У нас бывали перебои со светом. Было такое, что мы сидели на уроке и мог выключиться свет. Бывали перебои из канализации. Но сейчас после ремонта все, конечно, изменилось. Все стало намного лучше. Кабинеты стали простольнее. Исправили проблемы со светом, проблемы с канализацией. Стали широкие коридоры. С виду школа тоже изменилась. Стало более светлой. Приходя в такую школу, ты хочешь учиться. Сгнившие оконные рамы, сырость на стенах, сыпящаяся штукатурка, затопленные подвалы. Сейчас в это сложно поверить, говорят здесь. Но такая школа была долгие годы. Любая непогода оборачивалась стихийным бедствием. Весы летают по двору после ветра, штурмовых дождей. Кровлю полностью заменили. В прежней кровли не было снегодержателей, водосточных труб. И понятно, допустим, весной, когда снег выпал, снег на крыше, снег начинает таять, вот такие глыбы, лёд висит, сосульки. И мы своими силами, конечно, устраняли. А сейчас просторно и светло. Не нарадуются обновлённой столовой школы повара. Теперь готовить – одно удовольствие. Вентиляция у нас новая, вытяжки новые. Кроме наших печек, которые сохранили, кроме печки, но они не входили туда, всё поменяли. Плиты, освещение полностью поменяли. Очень рады, нам приятно очень даже проходить на работу. Обновлённый актовый зал, в котором остаётся только расставить мебель. Спортзал с новыми раздевалками и душевыми кабинками. Работы по реновации учебного заведения проводились в рамках госпрограммы развития образования. В спортивном зале полностью отсутствовала вентиляционная система. Сейчас, вы видите, вентиляционная система у нас есть. Её полностью заменили. Произвели малярные работы, сделали покраску, побелку. Провели пожарную безопасность. Полностью заменили отопление, заменили батареи. Я надеюсь, что сейчас у нас в спортивном зале будет тепло. Не как раньше мы всегда мёрзли детишки, холодно было. Больше, чем просто капремонт. Главная задача программы – обновить не только фасад, но и максимально модернизировать помещение. Создать современную образовательную среду. Здесь, считают, с этим справились на ура. Полностью заменили половое покрытие, вы видите, сцену нам тоже обновили, произвели малярные работы. Очень нравятся нам дверные блоки, вы видите, да, матовое красивое стекло, всё соответствует санпин. Оборудование тоже завезено новое. Мы получили компьютеры, правда, в недостаточном количестве, хотелось бы, конечно, побольше. Мы получили 9 компьютеров, мы получили мебель, это новые парты, по классам ходили, видели новые стулья, мы получили новые доски. Согласно программе, в стране намерено отремонтировать более 7 тысяч школ до 2026 года. В Ингушетии же за 2022 обновления коснулись 13 общеобразовательных учреждений. Тамара Хшагульгова, Асхаб Белакиев, Новости 24.